Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте в этом выпуске. 1 февраля конференция под председательством президента Западной Армении Арменака Абрамяна пройдет на французском языке через Zoom. В Арцахе реконструируется около 50 километров автомобильных дорог. Круглое облако, вращающееся вокруг своей оси в ванне, удивило всех. Азербайджан и арцахский конфликт в этот день, 26 января 30 лет назад. Враг был разгромлен. Нет ничего случайного, окоп окопиан. В болгарском городе Бургас открылся ресторан, представляющий кухню Западной Армении. Сегодня состоится онлайн-конференция на тему права человека и свободы слова «Гранд Динг». Фильм романа «Мушахьяна весна» появится на экранах в первый день весны. Онлайн-конференция под названием «103-я годовщина образования Армянского легиона» пройдет на французском языке 1 февраля в 19.00 по французскому времени. Основная тема конференции – «Восточный легион», сформированный в составе Армянского легиона после освобождения Киликии 1 февраля 1919 года. Также будут обсуждаться следующие вопросы. Каковы были результаты или последствия признания армянской государственности в Западной Армении? Каковы последствия текущей политики Республики Армения? Спикер конференции – председатель Национального совета Западной Армении Арменак Абрамян. Параллельно с программами восстановления жилья, водоснабжения и инфраструктуры в Арцахе идет реконструкция и капитальный ремонт межобщинных дорог. Об этом сообщает всеармянский фонд Аястан. В Арцахе реконструируются и ремонтируются около 50 километров автомобильных дорог. Согласно приоритетам безопасности и экономики строительства этих дорог, соединяющих населенные пункты Арцаха, с автомобильными дорогами откроет перед Арцахом новые и ощутимые возможности. Природа представила интересную сцену в ванне. Круглое облако, появившееся в небе, ванна часами кружила вокруг своей оси и поражало всех. 26 января 1992 года в результате героической обороны Карин-Так в районе Шуши армия противника была разгромлена и отброшена назад. Карин-Так, сражавшийся насмерть с многочисленными врагами, стал одним из сел воинской славы в современный период военной истории Армении. Героическая оборона поселения до сих пор поражает теоретиков боевых искусств и полевых командиров или профессиональных военных. 26 января 1992 года стало переломным моментом в Азербайджан и Арцахской войне. Героическая битва Карин-Так решила исход борьбы, подготовив почву, прежде всего для освобождения Шуши, формирования армии обороны Республики Арцах и ее дальнейшего победоносного наступления. К сожалению, в начале ноября 2020 года Карин-Так перешел под контроль противника. Об этом на своей странице в Facebook написал сопредседатель Арцахской партии «Справедливость» Акопа Каупян. То, что Никол Пашинян объявил в конце 2021 года, он подтвердил вчера вечером. Все это лишний раз доказывает, что в его словах нет ничего случайного. Он реализует намеченную программу, от которой даже сам не может сделать ни шага вправо, ни влево, потому что он не лицо, принимающее решение, а всего лишь исполнитель. Примечательно, что он заявил, что то, что он говорит сейчас, совпадает с тем, что он говорил во время переговоров, доказывая, что отношение Алиева к конфликту соответствует. Сначала он объявляет, что был бы рад не вести переговоры по арцахскому вопросу. Прочитайте по ссылке, принятую государством Западной Армении закон о признании автономии Арцаха на нашем официальном сайте. А статья полностью доступна на нашем сайте. По инициативе депутата парламента Республики Западной Армении Саака Мутафяна в Бургасе, Болгарии открылся ресторан «Феникс», представляющий богатую кухню Западной Армении. Саак Мутафяна из Вана Западной Армении, чьи бабушка и дедушка избежали геноцида. Мутафян объясняет предназначение ресторана следующим образом. Эта идея родилась в Бургасской области, чтобы сохранить нашу культуру, собраться вместе и общаться. Существование густонаселенной армянской общины в регионе давно ощущается. Некоторые из них, несмотря на то, что не говорят по-армянски, но все же чувствуют себя армянами. Наша цель – предоставить качественные услуги всем нашим армянским соотечественникам и друзьям, чему мы очень рады. Конференция на тему «Права человека и свобода слова Гранд Динг», организованная факультетом политологии международных отношений, социологии и истории Константинопольского университета Бугазичи, пройдет в четверг 27 января на турецком языке. Ежегодная конференция, организуемая после убийства Гранда Динько, последние два года, проводится онлайн. Конференция называется «Академическая свобода и политическая свобода. Отражение демократической автономии». Конференцию, которая состоится в 16.00, можно посмотреть на Zoom и YouTube. Фильм «Весна о войне, любви, наших дней, единстве, государственном мышлении и патриотизме глазами трех поколений» режиссера Романа Мушахняна выйдет на большие экраны 1 марта. Неожиданная война в Армении волнует души трех поколений. На протяжении всего фильма мы становимся свидетелями трагедии целого народа через историю одной семьи. Фильм является совместным производством Arata Production Vision Studio Phonics Art Foundation и снята при поддержке Министерства обороны Республика Армении R.L.A.M. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!